Меня зовут Арсен Сапиев, я член сборной России по грэпплингу, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Арсен, слушай, вот ты отобрался на чемпионат мира по грэпплингу УВВ, все это проходило на турнире 5 звезд по грэпплингу УВВ. Расскажи свои ощущения, как черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, есть ли разница в борьбе по правилам УВВ, в составе спортсменов, есть ли ребята, которые представляют только УВВ, либо есть ребята из БЖЖ, которые представляют опасность для тебя? Да, действительно, недавно прошел турнир 5 звезд, это наиболее такой очень важный для меня турнир был, который определял участников, членов сбора России на поездку в чемпионат мира в Казахстан, Астану. И там действительно меня было очень принципиально победить, потому что едет на чемпионат мира только один, победивший спортсмен в круговой борьбе, и я очень старался и хотел победить именно вот здесь. И по поводу того, что из участников на 5 звездах действительно на этом турнире принимают участие знаменитые спортсмены, которые принимают участие не только как в дисциплине грэпплинг United Wrestling, но и по бразильскому джиу-джитсу, который добивается очень серьезных успехов, как в тех дисциплинах, так и в этих. Если брать по правилам бразильского джиу-джитсу United Wrestling, то действительно они имеют существенные различия. Суть и задачи указанных дисциплин практически аналогичны, это это досрочная победа, но по оценке и по фактически ведению борьбы, то, конечно, есть значительные различия. Допустим, если так кратко оценить United Wrestling по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, то грэпплинг отличается своей динамичностью, агрессивностью и заточенностью под именно боевые правила, под ММА, под смешанные единоборства. Бразильская джиу-джитсу, она более демократичная, может быть, более развитая модификациями своего применения, потому что не все технические действия, которые применяются в бразильском джиу-джитсу, получаются применительно в United Wrestling грэпплинге, потому что там за 2-3 секундный простой, неактивных действий получаешь замечания, и соперник получает балл. Поэтому здесь приходится более агрессивно бороться и показывать активную борьбу. Вот в этом, наверное, основное отличие. И именно там оцениваются только те позиции, при которых можно наносить технические действия в виде ударов, именно заточка под, наверное, бои без правил. Как-то так. Вот, все-таки, что нам больше интересно, касаемо состава спортсменов. Были ли ребята на УВВ, которые активно выступают по джиу-джитсу? Да, есть. Вот, допустим, я на своей категории боролся, очень есть сейчас восходящий борец именно по нашим дисциплинам к джиу-джитсу бразильскому и United Wrestling, это Гудонат Вабу. Я ему проиграл на чемпионате России за выход в финал. Он отобрался тогда на Европу. Я отобрался на 5 звезд, победил Европу как в ГИ, так и на УГИ. И буквально в мае месяце у нас был ACB, чемпионат мира по ACB, и он довольно-таки уверенно победил в категории синих поясов до 94 кг, занял первое место. И помимо этого он также выступал и в других различных чемпионатах, которых неоднократно занимал ей. И мир выиграл, и Европу выиграл там свои дисциплины по своим поясам. Как-то так. А, ну, еще по-другим, как правило, там, допустим, на нынешний состав сборной России, если как бы брать дисциплину, ну, ГИ, но УГИ, в принципе там состав практически аналогичный. Если брать 100, плюс эта категория идет Руслан Абдулаев, это уже многократный чемпион мира, категория до 100 кг, это Беларов Абдурахман. 92, получается, я еду. На 84 кг едет... Чуть забыл. Ну, в любом случае, Шамиль Магомедов едет, там, да, там едет... А Шамиль сейчас в каком весе? Он, по-моему, 84 кг. Набрал, набрал, да? В УГИ отобрался, да, в УГИ отобрался. А в УГИ, вот не помню, на 84 кг отобрался. Чуть-то я уже забыл, короче. Ну, довольно-таки такие знаменитые. Еще такой вопрос. Вот смотри, в джиу-джитсу есть возрастные категории, ты уже, ну, спортсмен, скажем так, не из категории, а дал. А чувствуешь ли ты в себе, ну, вот, что... В общем, возраст дает о себе знать, или ты сейчас в самом рассвете? Сложности в этом действительно есть, но все зависит от самой подготовки, от самого желания, от спортсмена. Если поставить задачу и целью, то я думаю, что и в 35-40 можно выступать как в категории адалтах успешно, так и в категории мастеров. И, ну, не знаю, там, я не могу сказать, чтобы там чемпион по мастерам был намного хуже, там, чемпиона по адалтам. В принципе, я думаю, что бой за тут, они нормальные, там, да, что-то не мастер, что-то не отмечает, ну, что-то в принципе, а не... Ты выиграл чемпионат мира по правилам ОЕД-ЖФ. Вот, какие-то схватки, может быть, запомнили, или что-то вот такое, о чем хотелось бы рассказать? Да, конечно, мне действительно было очень... Не, вообще началось с того, что я полтора года пропустил тренировок, почему-то у меня был проигрыш на ЧК в России в марте месяце. Все началось с того, что я 3 января пришел к друзьям в зал, поборолся с товарищем, который тоже был призером чемпионата Дагестана по грейпнигу Юнайтлур-Вреснинг. И проиграл я ему довольно-таки уверенно. Все. И с того дня я поставил цель выиграть этого парня. Поставив эту цель, я принял решение, ну, то есть, думаю, что, как бы так себя, как бы тратить на одного соперника, надо поставить более, там, весомые задачи. Посчитал, что в апреле месяц в отпуск, надо поехать в Абудаве, побороться. Там уже в категории, может быть, даже мастер-2, потому что он в 35, сын будет бороться. И, думаю, так выступлю. Пока начал туда готовиться, этот оппонент мой травмировался, поломал вебро и, соответственно, он у меня отснялся дистанции. В последующем, за неделю до чемпионата России, мне племянник мой говорит, а почему ты не поборешься на Европе? Ну, соответственно, я говорю, на Европе надо Россию пройти, я сейчас не в лучшей форме, всего полтора месяца не руюсь. Ну, начала у меня, как бы так, да, жадность такая, можно сказать, да, что фактически, почему бы не попробовать, лучше жалеть, что не получилось, чем жалеть, что никак не попробовал. И в любом случае, будь то выигрыш, будь то прогрешь, он будет на пользу. И цель, как бы так, победы будет более активнее и даже проеду свое состояние в целом, какое у меня в подготовке. Поэтому я не постеснялся выступить, начинать Россию, можно сказать, в ужасной форме и, в принципе, дошел до полуфинала, забыл до финала, проиграл довольно-таки гутанатово, хорошему борцу. И уже по подготовке чемпионата мира, именно ОАЕ, G.U.J., я уже сделал, как бы, определенные наброски, чего мне не хватило, там, выносливость, немного функционалки не хватило. И именно работал целый месяц, пока находился в отпуске в подготовке к чемпионату мира в Абудабе. Меня, конечно, больше мотивировало то, что именно в моей дисциплине Мастерс-1 черных поясов было заявлено 18 черных поясов именно бразилов, именно основопроводников этого вида спорта. И оно меня гораздо больше мотивировало. И подготовки, я довольно-таки серьезно там пришел к подготовке. тренировался в лагере в Альнасово, там есть такая школа очень серьезная, там порядка 25-30 черных поясов кто так же готовил с чемпионата мира. И хорошую школу подготовки мы там тоже прошли. Ну и, соответственно, до этого мы готовились здесь, в Ариаклуб, у Али Магомедова готовились, у Давуда Адаева готовились, так набарывался, примерно прикидывался из своей возможности и как бы там спарринг-плантеров менял. И, соответственно, когда на чемпионате мира пошла борьба, первую сладку выиграл, вторую сладку выиграл, третью сладку выиграл. И вырисовывалась картина, что Бразил за выход в финал потом борется с Бразилом именно. И этот Бразил, кого я выиграл за выход в финале, он выиграл как раз вот эту, сейчас по именам, фамилиям, я так слазновато были с этими именами, да? И не буду как бы так сейчас голову морочить. Он побеждает этого Бразила, а он по ранкингу был первым среди этой категории и был признан лучшим борцом. Он становится третьим и получает финала, попадая вот в краски вот с этим, тем, кто за день до этого прошел откурс среди этих Бразилов, то есть стал первым номером. А он был прошлогодний чемпион мира краски в этой категории, под прошлогодний чемпион мира в этой категории. И это меня, конечно, еще больше мотивировало, мы с ним, даже я понимал, что он технически, возможно, как бы на гораздо выше, как бы у меня, технически, функционально возможно, и этот, тем более, он ранее боролся на категории 100+. И это меня больше заводило. Как бы так, немного секрет расскажу, для того, чтобы использовать все методы и способы в победе именно им на финальной схватке, я стал как бы уже провоцировать его на всякие конфликтные ситуации. И до выхода на финал, мы с ним, первый раз я зацепился с ним уже в развивалке, ну, в предбаннике. Потом получилось так, что когда начали мы выходить в финальную схватку, их как бы, как бы чек-контроль, который идет там к имамо, я боролся, все до финала дошел, он таких вопросов у него, как к имамо, и решили как бы там опрос подозревать, испить меня как бы с психологического пути. И начали задавать. Этот начал там возмущаться, к имамо то, не то, как бы я ему там жестами, пальцами, вот так, короче, да, и вот с таким расстроем вышли бороться. И, конечно, он психовал. Психовал, я его так, что-то, наверное, и себе сбил, потому что он как бы чувствовал себя как бы фаворитом этой схватки, и это как бы я немного тушил его как бы настрой, что-то, как бы фаворитом. Ну, не знаю, как говорится, сам был действительно, ну, готов был, не понимал, что не могу проиграть, там отец, там семья, там дети мои, все смотрят, как бы такая ответственность, прошел такую большую сложную школу, с начала года готовится, считай, 4 месяца, я пахал без виханных, и, конечно, кажется, только победить желание было. И, наверное, это желание, этот, воля к победе, наверное, там, да, в помощи, как говорится, Всевышнего, получилось показать борьбу, и, в принципе, 4-2 я победил, для меня это было действительно неописуемая радость, поднимает, и получилось так, первое место Россия, и рядом наши дорогие друзья из Солнечной Бразилии. Из Солнечной Бразилии, поэтому, в принципе, все страны следили, еще поздравляем еще раз, желаем успехов на чемпионате мира, еще много раз увидимся. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.